Так, мы чуть-чуть запаздываем сегодня. Я надеюсь, ваше терпение не лопнуло, пока вы нас ждали, меня. Так, всем привет! Привет-привет! Давайте проверим связь, как видно, как слышно. Напишите, пожалуйста, оценочку по качеству связи от 1 до 10. Как... Всё хорошо. Хотела спросить, можно масло чёрного тмина добавлять? Оно не подходит. Масло чёрного тмина – это вообще другое масло. Какие масла добавлять и зачем? Почему именно их? Я говорила на вебинаре по замесу. Так, вижу ваши десяточки. Рада вас всех видеть. Уж всех перечислять не буду, потому что и так мы чуть позже начали. Так, сейчас почитаю вопросы ваши ваши. Так. Сегодня рисовать не будем. Сегодня мы с вами будем вдохновляться, мотивироваться, ближе знакомиться. Сегодня будет у нас презентация нашего университета хняной магии, нашего хнягорца. Немножко вдохновения и ответы на вопросы. Вот там в Телеграм, пока у нас тут прикрепляется презентация, был вопрос о том, что делать после того, как нарисовать мехенди. Мы завтра это будем с вами изучать. Завтра я хотела это всё делать. Пока я думала, вы будете тренироваться на бумаге, искать вдохновение. Кто получил доступ к бонусному уроку вчерашнему, тот уже сделал что-то, какой-то рисунок, скорее всего, я надеюсь. Да, потому что личная практика – это очень важный момент. Что делать, если вы нарисовали на себе? Есть множество вариантов. Самый простой, который я вам могу сейчас порекомендовать. Если у вас есть нетканный липкий бинт, вы ждёте, пока у вас всё высохнет. Отрезайте нужный кусочек и просто приклеивайте. Но обязательно, чтобы всё высохло. Либо для того, чтобы у вас был яркий цвет, вы можете… В общем, самое важное – это подержать ваш рисунок часов в 6 хотя бы и не мочить вообще. Если вам это удастся, это замечательно. Вы можете взять ватные диски, ватные диски поделить пополам, ватной стороной прислонить к рисунку и сверху замотать пищевой плёнкой. Вы только не передавите, потому что очень легко пищевой плёнкой увлечься, чтобы у вас было… В общем, я очень долго не могла с ней ходить, потому что я ночью проснулась, из-за того, что у меня просто она задавливает, и у меня рука вся опухла. В общем, кровоток я себе передавила, поэтому очень аккуратно. Если у вас нет бинта, либо бинтом, либо липким бинтом, возможно, ватными дисками, главное, чтобы это всё зафиксировалось и не отваливалось. Вот, это такие вариантики. Всё, прежу прикрепил, начинаем. Начинаем. Как ваше настроение? Поделитесь. Есть тут девочка, которая спрашивала, что надо делать? Вообще, завтра это всё будем изучать, завтра, послезавтра. Я уже запуталась, если честно, в этих днях. Как хорошо, что есть план, и есть люди, кто придумали эти планы. Так, прерывается. Снова сбой связи. Но что же ты будешь делать с этим интернетом? Вроде бы у нас всё хорошо всегда, но... Так, если вдруг что, говорите мне, что не так со связью. И желательно пишите все постоянно. Так, скажите мне, пожалуйста, поделитесь со мной, какие у вас результаты есть сейчас за эти три дня, которые были на марафоне. Бинт всегда обязательно, бинт, ну, желательно, как бы, да, все мастера, я всегда заклеиваю, вот, всегда. Без этого цвет действительно тускловатый. Бинт помогает, но это завтра, это отдельная тема, не будем сейчас на это время тратить, завтра, завтра. Поделитесь, какие у вас результаты, получилось ли у вас сделать замес, сделать конус, получилось ли у вас порисовать на бумаге, сделали ли вы бонусные задания, какие-то инсайты, возможно, у вас есть, как-то вы по-другому себя ощущаете, относитесь к своим работам. Поделитесь, пожалуйста, в трех словах буквально, как, не совсем в трех, да, коротко, поделитесь, как у вас вообще результаты после этих трех дней. За эти дни успела сделать два замеса, второй заметно лучше, но еще его не пробовала. Так, а как ты поняла, что он заметно лучше, если ты его не пробовала? Интересно, Настя. Так, Марин, три крутых рисунка, два на листе, один на ноге, все круто. Хорошо. Ирина, сегодня утром сделала замес, вечером уже залила в конус, рисовала на бумаге, потрясающе. Перфекто. Анна, бонусное задание недоступно, потому что для некоторых вебинаров еще нет хны для практики. Анна, там не обязательно прилагать фотографию, вы можете просто выполнить задание, как там написано, и все. То есть можно фото потом прикрепить в комментарии. У меня замес настаивается, хорошо по программе, все сделано, отлично. Второй замес был гораздо лучше, чем первый, результат тоже есть. Да, замес получили на четырех, на четыре, научился регулировать нажатие, сегодня выполняю задание. Отлично, это здорово. Ну, как бы сразу научиться, конечно, это странно, потому что я училась очень долго. Но я могу допустить то, что я такой хороший учитель, что у вас это все быстро получается. Так, рука дрожит, линия нейронов, замес получился. Почему дрожит рука? Может дрожать, когда очень густой замес, все-таки, может, надо разбавить. Либо у вас она не в опоре, либо конус перекручен, и вы приходите, ну, приходится давить. То есть напряжение есть в руке. Сделала два замеса, второй суховатый, буду добавлять сахар и воду. Хорошо. Еще больше вдохновляет мехенди, пока рисунок бумаги, практикует точки линии. Отлично, именно с этого надо начинать. Бонусное тоже делаю, радуюсь. Хна получилась отлично, сделал замес, был жидковатый. Так, я сейчас про себя быстренько прочитаю. Хна для волос, но рисунок виден. Виден-то он будет, просто вопрос яркости и темноты оттенка. Зато конус получился, отлично. У кого замеса нет, у кого нет хны, вы можете акриловую пасту. Тут окладывается, сейчас я вам это все расскажу. Бонусное здание переворачивает видение своей жизни. Хны нет, рисовал детским кремом на ноге. Постановку руки, но очень важный момент. Спасибо, пожалуйста. Бонусное задание для глоток свежего воздуха очень нравится. Руки трясутся, жуть от страха. Это со временем проходит. Вот когда я была на конференции в Киеве, там была Джои, она уже очень давно рисует, и она практикуется каждый день по 3 часа. И у нее спрашивают, Джои, а что делать, если руки трясутся? Она, руки трясутся, у всех руки трясутся, тоже мне нашли проблему. Она такая очень манерная, я бы сказала. Так, 3 раза замесила, слезал результат по консистенции цвета. Пытаюсь рисовать, ищу вдохновение в окружении. Учусь ставить точки и тонкие линии. Покажите свои стремные рисунки в самом начале. Вот, сегодня, да, буду показывать. Я пока только впитываю информацию, хны нет, нехорошие. Недли волос, живу в деревне временно. Заказала, отлично. Я рада, что у вас есть результаты. Если у вас нет хны, ничего страшного, вы можете сдать задание, просто написав, что узнали нового, законспектировать. Можете приложить фото своего конспекта. Вот, как я стала мастером? А, да, вот, заранее. Что делать, если нет хны? Сразу говорю. Вы можете взять акриловую пасту, краску, акриловую краску, которая продается в тубах. Блин, надо было мне взять, наверное, ее. Акриловую краску. Секунду, подождите меня, я покажу вам эту краску. Я прям быстро. Вот, я вернулась. Да, может, акриловую мусс тоже подходит. В общем, вот в таких тубах вы можете такие тубы взять. Они в пропорциях выходят намного дешевле, чем тюбики. И паста здесь очень удобна для рисования. Она примерно похожа по консистенции на хну. Вы можете пробовать практиковаться именно ей. Вот, вот в таких тубах, именно в тубах. Фирмы разные, вообще очень разные. Не могу точно сказать. Брауберг, вот у меня Виста Артиста. Есть еще какие-то, есть подороже, есть подешевле. Есть те, которые в темноте светятся. Вот я здесь блокнот расписывала свой таким образом. В общем, это все вы можете найти в канцелярских товарах либо в художественных магазинах и перелить ее в конус. И конусом уже пробовать рисовать. В принципе, завтра на бумаге вы можете пробовать рисовать именно ей. Послезавтра тоже. Если нет, то рисуйте ручкой гелевой, чтобы было видно. То есть карандашик, гелевая ручка, либо линер. Так будет удобно. Вот, это то, чем рисовать завтра, либо послезавтра. Завтра, по-моему, у нас с вами композиция будет. Или рисовать. Я, если честно, я запуталась. Сейчас я не могу сказать. Рассмотрим расписание девочки. Даже я. Так, пришла посылка с хной. Отлично, очень вовремя. Акрил очень быстро сохнет. Вот, расписывать можно что угодно. Так, ну что, теперь идем дальше. Как я стала рисовать? Вот здесь на презентации как раз мой один из самых первых рисунков, которые я делала покупной хной. Уже не помню, что там за фирма. Это точно не кавери. Там какая-то черно-индийская упаковка была. В общем, это все началось 6 лет назад. Я сегодня поняла, когда делала презентацию, поняла, что я начала рисовать 6 лет назад. Вот. И как это у меня произошло? У меня подруга Кришнаитка. Она как раз тогда начала изучать мехензи, начала рисовать. Я просила ее нарисовать мне. И у нее то вдохновения не было, то еще что-то. В общем, я устала ее просить. Говорю, Розалин, давай просто мне, да, принеси мне этот конус. Я сама попробую. А я закончила художественную школу. Думаю, сейчас я такой красотонавая. У меня-то есть художественное образование, у нее нет. По-любому мне выйдет лучше. Но вышло еще хуже, чем у нее. И я немножко подрастроилась. Подрастроилась. Но тогда для меня это казалось чем-то очень красивым, невероятным. Это все равно даже такие узоры добавляют какой-то магии. Хочется все руками делать, показывать и так далее. Я выложила первую фотографию ВКонтакте. Мне написала соседка. Говорит, давай я тебе заплачу денег, и ты мне тоже нарисуешь. Я такая, вау. А я в тот момент искала себя как раз и думала, что хочу заниматься творчеством. Но кушать тоже что-то надо. И я такая, ну давай, хорошо. И с трясущимися руками, с густой хной пришла к ней и говорю, вот засохнет, смоешь водой, и все. Рисунок у всех рыжий, непонятный, все такое светлое. Но им все равно нравилось, и я безумно рада, что они мне дали почву для развития. То, что дали разрешение на себе рисовать, это было невероятно. Через какое-то время я рисую, моя подруга видит то, что я практикуюсь. Она говорит, я уезжаю жить в Лондон. Она там поступала в институт, училась. Она полиглот, пять языков знает. И говорит, я вижу, что у тебя хорошо получается. Вот тебе моя группа ВКонтакте на 300 человек. А тогда это было для меня вау. Я такая, вау, давай, все хорошо. Эта группа ВКонтакте сейчас, по-моему, даже школьная. Может, и моя личная, я точно не помню. И тогда, когда я начала это продвигать уже ВКонтакте, ко мне начали записываться клиенты. Я рисовала в чайных. И вот здесь есть на слайде фотографии, где я рисую на лавочке. У меня есть такой тюрбан на голове цветной. Объявление, роспись хной, и девочки я рисую. Это вот я выходила просто на набережную в Самаре, рисовала мехенди. И Спартак стоял на шухере, потому что я очень боялась, что подойдут какие-нибудь полицейские. Я штрафую меня за то, что я неофициально занимаюсь деятельностью. Но они не приходили, им было все равно. Но я все равно паниковала. И в этот период примерно мне написали в начале лета, в июне. Пригласили на мастер-класс Татьяны Килинской. Я видела, что здесь есть еще тоже ее ученицы. Это мой первый учитель, который у меня был по мехенди. И она-то как раз мне и рассказала, что есть замес, что есть урзол, что надо делать консульс самим, что есть разные стили и так далее. В общем, такое базовое обучение на 8 часов. Я за последние деньги поехала в Тольятти, как раз познакомилась с мамой Спартака. В общем, совместил приятное с полезным. И обучилась, и потом начала рисовать более активно. Почти сразу в этот период мне начали писать запросы, то, что давай, может, ты мастер-класс проведешь, обучаешь, не обучаешь. Я сначала отнекивалась, а потом спустя полгода начала обучать, а потом уже был переезд в Сочи. И тут как раз открыли онлайн-школу. Вот как-то так получилось. И, в принципе, потом я обучала, рисовала, и я понимала, что мне нужно еще обучаться. То есть мне не хватает того, что у меня есть личная практика. То есть даже я в своем таком опыте большом, когда у меня уже была школа, я зарегистрировалась на курс к Евгении Мержиевской в Киеве. Она же потом организовывала хену-викенд в Киеве конференцию. Я онлайн проходила какие-то там, писала мастерам, что-то узнавала. То есть это постоянный обмен опытом. И сейчас я рисую вот так, спустя 6 лет. То есть вначале это тоже дрожащие руки, это постоянно то жидкий, то густой замес. То есть в чем был минус, в чем мне не хватало именно обучения. Я прошла мастер-класс 8 часов, и там то, что ты запомнила, то и запомнила, и все. Обратной связи потом не было. Нас пригласили потом в группу. Но единственный человек, который мне помогал, это Юлиана Решетова. Спасибо ей большое, потому что она отвечала на все мои вопросы. То есть мне не хватало вот этой обратной связи, чтобы мне помогали в этом пути. И мой путь для рисования, чтобы я вот так рисовала, как сейчас, ну вот у меня уже такого резкого скачка не было. Это 3 года примерно. Вот. Дракон Огонь. Да, 3 часа рисовала на Спартаке. Вот еще это Орел. Это с курса Animals. Это хной на бумаге нарисовано. А левая – это смесь хны и джагуа. В общем, такая двухцветная роспись получилась. На руке полностью хна, на ноге там и хна, и джагуа есть. Двухцветная. О, Орел, да. Собственно, вот так рисую сейчас. И этот путь занял достаточно много времени. Но я потом еще к этому вернусь. Вот. Сейчас, спустя 6 лет, у нас уже есть свое сообщество, которое насчитывает практически 5000 человек. Это те, кто проходили у нас курсы, марафоны. Есть у нас в чатах. 20 тысяч в Инстаграме. Это очень большая аудитория. Я сейчас до сих пор в это не верю. Вот есть ученики, которые уже рисуют лучше меня. И даже на марафон все равно одна ученица пришла. Воробушек наш. И у нее очень аккуратно получается. Я часто вижу такое, что девочки заканчивают курс и проходят какое-то время. И из-за того, что, видимо, я сейчас в основном только преподаю, а они постоянно-постоянно рисуют, у них рост еще дальше продолжается, и у них качество работы очень сильно растет. Причем намного быстрее, потому что я еще даю им обратную связь, и кураторы тоже. Меня знают, я знаю топовых мастеров, и участвовала в конференциях. В двух конференциях участвовала как спикер, как приглашенный гость. Что, знаете, я когда узнала, прыгала тут до потолка. Дракон и орел – это картины или из головы? Дракон. Нет, это не из картин. Дракон есть базовые вещи, которые, когда вы знаете, вы можете сам придумать. Орел – это с фотографией, а дракон – это, по-моему, сборная солянка с разных каких-то фотографий. То есть вдохновлялась. Вот. Так. Как-то так. Набросок на спине нет. Набрасываем все хной от руки, и максимум, чем набрасываем, это белой гелевой ручкой. То есть это не переводные, это все от руки нарисовано. Вот. Очень хочу к вам на базу, но, к сожалению, возможности нет. Сегодня, возможно, эта возможность появится. Смотрите до конца. Так. Идем дальше. Сообщество мастеров Мехенди. Это как отдельный бонус, когда ты учишься рисовать Мехенди. И сюда же входит, кстати, история с авторским правом, потому что все друг друга уважают максимально, и если копирует и вдохновляет, то все подписывают. Это один из моментов, который помогает как-то общаться друг с другом. Вот. Поэтому... Так. Я тут немножко прически. Я же девочек. Мне надо немножко разные прически для эфиров. Все появилось. Отлично. Так. По поводу мастеров. Мастера совместно делают какие-то проекты. Для примера. Сейчас Мария Гинкас. Это один из самых первых мастеров в России, которая придумала эротическую роспись, которая соединила нижнее белье и роспись, и девушек вдохновляет на то, чтобы быть женственными, сексуальными, раскрывать свою женственную энергию, делает масштабный проект в Москве, который, я надеюсь, состоится, и карантин этому не помешает, что его снимут к этому времени. Она его задумала летом, и там будет и танцы, и, в общем, вечеринка, и модели будут ходить как по подиуму, показывая вот это вот как раз Мехенди. То есть я потом, да, это все будет в дополнительном, бонусном уроке после вебинара. Вот. Мастера между собой дружат. Как пример, Наташа Бородина-Гаспина, она из Краснодара. Это наш партнер, которому вы можете сказать джагуа гель, масла, белую краску, джагуа порошок, в общем, все такие штуки. Флэш-тату тоже можно ее сказать. Она делает татуировки, и я специально именно к ней поехала, чтобы сделать себе татуировку. Вот. То есть постоянный обмен. Кто-то ездит друг к другу в гости, вот, поддерживает друг у друга вдохновение, создают конференции для обмена опытом. Собственно, в Киеве, в которой конференция была, там три организатора. Это Женя Мержевская, Анна Бых, наш партнер, и Вероника Лилу. Вот. И это постоянная встреча, постоянное вдохновение и так далее. Хочу пояснить, что на конференции ездят уже мастера, у которых есть какой-то опыт, то есть не новички, а не туда уже ездят именно те, которые могут что-то узнать, что-то привнести в эту сферу. Вот. И хочу немножко рассказать вам о наших учениках, показать вам их результат, что все начинают с нуля. Вообще все. Вот. У нас есть итоговые работы, я тут создала такие слайды, где есть их итоговая работа. Это вот работа Ольги, не знаю, нохренной. Новичков пускает, но новичкам сложновато будет. То есть там уже, там не будет информации по замесу, не будет информации по тому, как крутить конус, как держать руку. Нет. Это вот в принципе сейчас вы можете туда поехать, но возможно вам будет тяжеловато, потому что это три дня подряд, с утра до вечера вы рисуете, вы находитесь в этом потоке. Вечером ноги просто валятся и очень много информации. Даже вот для меня, я когда ездила, было так тяжеловатенько, хотел, можно сказать. Так, вот итоговая работа Ольги Нохриной. Это вот последний поток, который у нас был. Я с разных потоков собрала. И внимание, с чего начинал человек? Разница между работами месяц. Слева работа до, справа работа после. А просто смотреть и слушать нельзя? Ну, можно, наверное, но а смысл тогда туда ходить, если вы не будете практиковаться? Вот, то есть разница между работами один месяц. Человек просто узнал основы, базовые элементы. Юлия Фомининс, 26-го потока. Это ее итоговая работа. Такая в классическом варианте, подвязочка и на ручку. Все посмотрели. А вот ее работа до и после. Человек сначала рисовал, но были элементы зажатые, немножко хотелось их освободить, базовые элементы попрактиковать, чтобы аккуратнее выходило. И вот, в принципе, результат после. То есть рисунок уже более раскрытый. Рисунок уже более раскрытый, свободный. Так, я чуть-чуть буду ждать со слайдами, потому что я знаю, что есть задержка. Секунд 5-6 я могу говорить. Могут быть другие слайды. Вот. Так, сейчас вам еще парочку результатов покажу. Лиана Сулейманова, 25-й поток курса базы. То есть итоговую работу девочки делают на разных частях тела, на спине. Это вот, кстати, есть такое, знаете, многие думают, что рисовать можно только на руках. Я в том числе думала, что рисовать можно только на руках, когда начинала. А потом такая, есть же еще спина, есть же еще грудь, живот, бедра, икры, стопы, ладошки, лоб, в конце концов. Вот. То есть тут очень много мест для рисования. Да, это все девочки. У них результат один месяц. Это результат до и после курса базы. То есть на всех курсах задание сначала сделать работу до, и в конце курса сделать работу после. У кого-то может быть несколько месяцев, потому что кто-то не с группой занимается не день в день, а чуть попозже. Вот. Вот ее результат до-после. То есть у нее композиция лучше стала, она лучше стала понимать элементы. И, в принципе, по фото видно, если сравнивать итоговую работу. Это я знаю, я сюда не прикрепила, то, что у нее замес лучше стал, не такой комковатый, и стало удобнее ей рисовать. Вот. В композиции, да, в базе тоже это все развивается, фантазия. Как красиво, практика, еще раз практика. Тоже так хочу. Значит, так будет. Вот. Ирина Зайцева. Вот это тут на фото итоговая работа. И работа до. Человек вообще рисовал галечий. То есть не было никакого понимания замеса, правильной постановки руки, композиции, и за месяц вот такой результат у человека. То есть сейчас вы можете уже провести аналогию, как вы рисуете сейчас, и понять, что сейчас у вас все получится. Только если будет практика, если действительно у вас искреннее желание, вы хотите научиться рисовать. Так. Надеюсь, что после базы у меня тоже будет такой прогресс, но сейчас даже не могу представить, что смогу так. Вот после базы как раз такая реакция есть. То, что вау, неужели я так могу? У нас часто отзывы пишут девочки, что я не верю, что это я. Вот. Вначале, в принципе, у каждой есть такие проблемы с материалом, да, то, что он то густой, то жидкий, то еще какой-то. Вот сейчас у нас на курсе обучается, не помню, как зовут, постоянно разный замес, постоянно. То есть человек практикует пробы, разные варианты консистенции, чтобы понять, каким больше получается, каким удобнее, а какой больше подходит. С качеством рисунка это прямо у всех. У кого-то зажатый элемент, у кого-то слишком большие, у кого-то не соблюдены пропорции, у кого-то разные базовые элементы. То есть тут же тоже есть основа. То есть базовый элемент это как алфавит. Алфавит помогает, то есть мы в начале, в начальных классах учились писать буквы. Буква есть, строчная есть, прописная есть, печатная, у каждой есть свои нюансы, как они пишут. Здесь то же самое. У каждого базового элемента есть свой каркас, своя структура. Вот. Композиция. Композиция, это я понимаю, что у всех. Вопрос. На самом деле, на курсе, понимаете, что композиция это то, что заложено у вас уже внутри. Уже на интуитивном уровне вы начнете это все понимать. И трясущиеся руки, это, конечно, да, это у всех такое. И это все нормально. Так, ну я поняла, где запись идет, кто последний в очереди. Юля, сейчас все будет. Это нормально. И это все мы проходим как раз на курсе базов. Вот. Вопрос, получится ли у тебя, кто уже в себя поверил? Скажите мне, есть те, кто сомневается, что так не получится? Очень заметные результаты. Да. Я сама иногда смотрю результаты, и я просто в шоке. Я до сих пор, считаю, у нас уже школа 4 года, и я до сих пор смотрю и думаю, как люди за месяц учатся рисовать так, как я училась 3 года. Сомневаюсь, но верю одновременно. Парадокс. Я хочу, но я боюсь. Чего боишься? Как я сказала? Чего боишься? Украинский язык, откуда ты начал? Чего боишься? Главная практика, второй день, и есть прогресс. Обязательно получится. Получится? Я хочу, чтобы получилось. Конечно, конечно получится. Вот особенно, вы больше всего поверьте себя, когда вы даже после марафона сделаете работу после. У нас завтра будет практический урок, и бонусный урок есть тоже практически, по композиции, как бы так, самые-самые основы, и у вас уже будет какой-то результат. Но чаще всего какие мысли, которые мешают дальше развиваться? Я не умею рисовать. Никто не умеет рисовать. Никто никогда не умел рисовать. Даже талант здесь не важен талант. Всего лишь количество часов потрачено на практику. Считается, что самые успешные люди в какой-то сфере это те, у кого было 10 тысяч часов практики. 10 тысяч часов. Это не те, кто родился и сразу начали рисовать, писать музыку, играть и так далее. Это те люди, которые этим просто болеют, которые постоянно рисуют, постоянно практикуются. Нет времени, кто-то говорит. Нет времени. Это, знаете, если вы будете искать постоянное время, оно у вас никогда не появится. Время — это просто вопрос приоритета. То есть что для вас приоритетно прямо сейчас? Есть тут те, кто боится, что бросит после того, как начнет. Тоже такой момент. Я считаю, что лучше начать и бросить, потому что со временем постоянно меняются увлечения. Это нормально. И это здорово, когда ты попробовал здесь, 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 и ты понимаешь, что это тебе подходит, это тебе не подходит. То есть лучше попробовать и понять, чем всю жизнь жалеть о том, что ты не попробовал. Вот. Я считаю как-то так. И будет здорово, если вы понимаете меня, о чем я. Так. Сто процентов получится. У меня плохой хной получалось. Не прям уж ужасно, а со всеми новыми знаниями я просто порву всех. Когда я только начинала рисовать мехенди, я с ума сходила, рисовала на всех всегда и сохраняла сотни рисунков, что надо нарисовать. Вы тоже все сохраняют сотни рисунков, а как часто вы заходите в эти сохраненные и берете то, что вам нужно. Как часто вы делаете то, что вы сохраняете. Чаще всего это просто огромный склад информации, который просто не используется. Поэтому надо сразу действовать, моментально. Если есть что-то, что вы можете сделать в течение трех минут, и сделайте это прямо сейчас. Итак, есть два пути. Первый – самостоятельное обучение. И второй – это обучение с профессионалом. В первом варианте это, конечно, возможный вариант. Это нужно постоянно рисовать, искать модели, рисовать на моделях, само себя анализировать, смотреть на других мастеров, общаться с ними как-то. Но это все долгий путь, это занимает, как я уже сказала, несколько лет. Тут еще вопрос в том, как вы хотите научиться рисовать. И обучение профессионалов. В чем плюс? В том, что человек всегда вам может дать обратную связь, и пройдя уже через многолетний опыт, помочь посмотреть на свою работу под новым углом. То, что без опыта просто невозможно увидеть. Вот, поэтому обучение с профессионалом всегда намного быстрее. Какой вы хотите выбирать вариант? Я понимаю, что есть люди, которые любят больше самостоятельно обучаться. Есть люди, кто любит именно с преподавателем. Напишите, вы к каким относитесь? Десять. Нигде мне другим. А это по поводу связи с Гуру. У вас оффлайн есть МК, проводите в Сочи? Оффлайн я не провожу, только если индивидуально. И индивидуально это около 6-8 часов. И это дороже и не так эффективно. То есть у меня ни разу не было такого, чтобы человек, который занимался у меня вживую, достиг лучшего результата, чем те, кто занимается у меня онлайн. Онлайн действительно намного продуктивнее, эффективнее обучение, потому что вы получаете, во-первых, по каждой работе обратную связь. Во-вторых, у вас все материалы в доступе, вы всегда можете к ним вернуться, потренировать, оттренировать. А вот вживую это так основы только. Очень маленькое время. А онлайн вы тратите намного больше времени на практику, и от этого результат намного лучше. Вот. Один, а понимаешь, что лучше с преподавателем? Тогда, наверное, два, если понимаешь, что лучше с преподавателем. Как бы тут либо ты считаешь, что тебе лучше с преподавателем, либо ты считаешь, что тебе без преподавателя хорошо. С преподавателем лучше есть мотивация, когда кто-то может адекватно ценить успехи. Я просто люблю обучаться. Да, есть такое. Я вот вообще книжный червь, у меня синдром отличницы, у меня всегда все должно быть хорошо в плане обучения. Так, курс базы. Что это вообще такое? Следующий поток у нас начинается 28 поток у нас начинается 1 июня. Идет он 4 недели. После курса вы получаете сертификат о прохождении курса именной. По каждой работе получаете индивидуальную обратную связь. И это последний поток, когда каждому ученику мы даем обратную связь. Дальше уже мы будем менять немножко систему, будут варианты без обратной связи. Но вот обратная связь это именно то, благодаря чему есть хороший результат. Вот. И система обучения разработана лично мной, я нигде такого не встречала. и если интересно, я поделюсь... Не, ну я скажу, я просто пытаюсь сформулировать грамотно сейчас, я скажу. В общем, я соединила систему обучения, я раньше танцевала хип-хоп, и мы сначала тоже изучали базы, только потом уже старались импровизировать, и я соединила эту систему с MeHandy. И такого я не видела нигде. И это действительно, этим горжусь. Мы столько раз переделали в этот курс база, мы столько раз его переснимали, и вот в том году это был, наверное, последний раз, сейчас он прям идеально получился, все супер качественно отснято, крупные планы, и все видно, каждый элемент детально разобран. Это прям мое детище такое. Вот. Мне Мария написала, что 1 июля. Может, опечаталась, 1 июня, то есть в первый месяц лета, первый день лета у нас начинается этот, что вы не умеете. Я не умею садиться на шпагат, я всю жизнь хотела, но так и не научилась. Таня, привет! Ира, лучший учитель, гуру Ханамама. Так, что будет на курсе базы? 4 недели, каждую неделю она сфокусирована на определенной теме. Первая неделя это основы, это похоже на то, что мы с вами проходим на марафоне, только там это более объемно, там это все уроки оформлены в видео, в текст, как она влияет на кожу, аллергия там, как она ведет себя под разными ситуациями, материалы разные, джагуа, гель, белая краска, как рисовать на разных частях тела, три варианта закрепления, это все очень подробно, мы изучаем именно в первую неделю. Вот, то есть, вся теория, какая только может быть, что только может знать мастер Мехенди, все это есть в первой неделе базового курса, чтобы грамотно инструкцию дать клиенту, чтобы он не напортачил, чтобы вы тоже не напортачили, там это все есть. Вот, собственно, это первая неделя, или вот я здесь прикрепила скриншот, это материалы, замес, замес, там очень подробный урок, как крутить конусы, поставить руку, как крутить конусы, и какие еще есть инструменты мастера Мехенди, кисти, шприцы, в чем отличие, как рисовать ему другим, плюсы-минусы, классический дизайн на бумаге, композиции немножко, работа с моделью, ход. Да, нам сегодня написали, я озвучу, у нас первый раз такое за все время, что у человека появилась сильно аллергия на эфирные масла, озвучу сейчас, единственное, на что может быть такая аллергия, это именно эфирные масла, нахну бывает очень редко, и чаще всего именно люди с чувствительной кожей, с чувствительностью к косметике, к парфюму, у них реакция именно на эфирные масла, да, Алина. К сожалению, ничем эфирные масла в замесе заменить нельзя, вы можете рисовать без эфирных масел, только хной, и для того, чтобы цвет у вас был яркий, нужно будет постараться, но он уже не будет таким ярким, как с эфирными маслами, вот, к сожалению, заменить ничем нельзя, если у человека аллергия на эфирные масла, я отказываю в рисовании, вот такая вот тема, что нужно купить из материала для прохождения курса, чтобы заранее заказать, и к началу быть уже во всеоружии, нужна хна, блокнот для рисования, эфирные масла, все, я тоже хочу сначала хну получить, а потом на обучение идти, ну, это понятно, вот сейчас у нас в связи с коронавирусом, нам нужно, у нас есть у нас есть разрешение рисовать акрилов, такие дела, тем более первая неделя, она в основном теоретическая, вот, хна и масла идут, ну, максимум неделю при заказе, даже если с Киева, потому что отправляют обычно по ссылкам первого класса, единственное, что может тамошка остановить. Вот, вторая и третья неделя это постановка руки, изучение алфавита Мехенди, рисования разных дизайнов, то есть, что мы делаем, мы изучаем элемент, его структуру, как он строится, как он формируется, как он вообще устроен, какие его вариации есть, и потом на этом элементе на следующий день мы рисуем дизайн. Дизайны все рисуются на разных частях тела, то есть, вы можете как раз поставить руку, понять, как это все происходит на ногах, на спине, на груди, на животе, на бедре и так далее. Это очень важный момент, потому что раньше у нас его не было, это вот, когда мы пересняли в том году, это все появилось. И вы, получается, видите, какие разные дизайны можно строить на разных элементах, и параллельно с тем, как вы рисуете, обучаетесь, вы уже понимаете примерную форму композиции, разные построения композиции, разные варианты компоновок, элементов, сочетания элементов, правил композиции и так далее. Вот. Четвертая неделя — это итоговая работа и работа с композицией. Это просто индивидуальная работа. Да, вот, Анастасия, итоговая работа придумать самим учеником на четвертой неделе. Ваша задача на конце третьей недели начать уже продумывать свой дизайн для итоговой. Вы делаете дизайн и отправляете его нам, и мы с вами начинаем его разбирать по композиции. То есть, эта итоговая работа поможет показать, что вы усвоили, что вы не усвоили. И мы уже можем с вами разобраться в том, что поправить, исправить. То есть, мы вместе делаем вашу итоговую работу. Вот. Никто вам не дает задания, нарисуйте сами, потом присылайте, и все. Нет. Мы с вами это все вместе прорабатываем, дорабатываем до идеала, если у вас есть на этой силе и так далее. 100 грамм хны на сколько хватит? На курс базы хватит, если вы об этом. Все подруги, родственницы будут разрисованы. Это да. Сколько остается доступа к материалам? Сейчас мы с вами к этому придем. Вот. То есть, после курса вы узнаете все о качественных материалах, научитесь с ними правильно работать, получите яркий цвет, получайте яркий цвет, удивляйте клиентов и родственников, да, кого удивлять, кто для каких целей идет. Научитесь создавать свои дизайны, так что сами будете удивляться, вау, неужели я так умею? Вот. Я, кстати, когда начала рисовать, у меня мама тоже загорелась, она у меня прошла курс, и я когда приезжаю, это как отдельная история обучения всегда. Вот. Как вы думаете, сколько стоит курс? Доступ к курсу дается на полгода. Доступ дается на полгода, а курс сам идет в месяц. То есть, если вы не успеваете по каким-то причинам проходить вместе с потоком, вы можете чуть позже сдать. Вот. Это ничего страшного, мы всегда даем время на то, чтобы сдать. Мы понимаем, что у всех разный график, у всех, возможно, есть дома дети, с которыми надо сидеть, да, а чаще всего это именно история о наших ученицах. есть какие-то другие дела, но поток, он всегда помогает оставаться в тонусе, сдавать все вовремя. Поэтому желательно все-таки вливаться в него. Поэтому в курсе базы у нас дополнительно есть еще создание по саморазвитию, как и на марафоне, привычки полезные, которые помогают себя лучше чувствовать и которые помогают выстроить свой график. Уже смотрела на сайте, что 6 тысяч минимальный пакет, 5 или 7 тысяч 5. Просто скажите номер карты уже. Сейчас все будет. Когда много говорю, горло пересыхает. 5500 это было у нас предложение, на котором минимальный пакет стоит у нас сейчас 6 тысяч рублей. Ниже можете увидеть кнопку, если вы хотите, можете перейти сразу на сайт. У нас сейчас цены, которых потом скоро не будет. После марафона у нас будет повышение цен, мы будем менять вообще тарифы, полностью подход школы менять пропало. Ну что ж такое, на таком слайде взяла и пропало. Так, напишите, пожалуйста, качество связи, как видно, как слышно. У всех пропало или нет? Все вернулось. Отлично. После марафона у нас будет повышение цены, мы будем менять вообще все тарифные планы, все менять и будет немножко все по-другому. Вот, поэтому сейчас это действительно уже предложение можно сказать со скидкой. И сейчас все курсы будут с обратной связью, то есть, если вы берете до конца марафона, они будут с обратной связью и по такой цене. Курс базы, доступ 6 месяцев в 6000 рублей. Все курсы школы, это и ботаника, и арабский стиль, африканский стиль, скетчинг, библиотека, какие у нас там еще курсы есть. Животные, семчакр, доступ на полгода, на полгода, 9,990. Всего 10 таких мест. Есть еще доступ на год, на целый год. Это годовая подписка. У нас есть те, кто любит с нами целый год проводить, кто-то потом второй год берет. Это доступ не то что ко всем курсам, а если вдруг мы делаем какие-то марафоны, дополнительные, вы можете в них участвовать. Если я делаю какой-то новый курс, вы можете в них участвовать. Это уже входит в стоимость. Сюда не входят только мастер-классы, которые мы делаем с приглашенными спикерами. Иногда мы делаем. Мы делали с Марией Гинкос по эротической росписи, с Наташей Бородиной по джагу, с Лизой, Рэбби по композиции. В общем, вот. Шесть тысяч, да, это только база. Это месяц обучения, индивидуальная обратная связь. Это полгода доступа. Вот. Ну, библиотека, конечно, тоже входит в доступ. И вот по поводу базы, там еще бонусом идут уроки, фотоуроки по элементам и дополнительное задание в библиотеке. Именно для тех, кто проходит базовый курс. Вот. Такая фраза. Мы сюда ее вставили. Самые лучшие инвестиции — это знания. Год — это класс. Да. Кто-нибудь хочет с нами целый год провести? Когда вы берете годовую подписку, мы еще отправляем боксы. Боксы с материалами, и их осталось 10. Их не осталось на продажу, они остались только на годовую подписку. У нас для годовой подписки всегда есть небольшой запас, поэтому всего осталось 10 штук. Так что если вы возьмете годовую подписку, то материалы вам точно придут. 100 грамм хны на год не хватит, хватит на курс базы. Кому подходит курс? Новичкам, кто никогда не рисовал. Как я уже сказала, талант — это всего лишь количество часов, которые затрачены на практику. И отвлекаюсь на комментарии, мысль. Так, год — это круто. Бывает эротическая роспись. Да, бывает эротическая роспись. Я прикреплю потом к бонусному уроку список мастеров, посмотрите. Мария Гинкас. Год. Хочу на все курсы на 6 месяцев. Мы всегда начинаем с самого простого. От простого к сложному, от сложного к великому. Точка, линия, и потом все сложнее, сложнее, сложнее. Так же, как мы начинали ходить, мы сначала голову поднимали, потом ползать, потом ходить уже, только вставать начинали и так далее. Вот. Для тех, кто хочет разобраться в базовых элементах, это прям must-have. Кто хочет начать составлять свои дизайны, начать, да, потому что там основа основ, именно с этого, я считаю, надо начинать. Вот, знаете, есть люди, которые умеют строить композицию, но люди, которые не знают базовых элементов. Вот. Это сразу сильно тоже влияет на композицию. А есть те, кто знает базовые элементы, но композицию не знают. И это две вещи, которые всегда должны идти в паре. Вот. Кто рисует и хочет улучшить свою технику. То есть я знаю некоторых мастеров, и прям, ну, хочется их пригласить ко мне на базовый курс. Вроде бы рисуют красиво, хорошо, давно и аккуратно, но не хватает им вот этой техники, знания базовых элементов. Вот если бы чуть-чуть там по-другому повели, было бы вообще огонь. И для тех, кто хочет найти свое хобби. Вот. Немножко покажу работу с других курсов. У нас есть курс по арабскому мехенди, это цветочная роспись. Вот работа Валентины Куваршиной. Назвала курс «О, дивный восток». Есть африканский курс «Жаркая Африка». Это по африканской росписи. Там еще есть большая теоретическая часть, очень интересно, про историю африканского стиля, про значение. Это, знаете, африканский стиль, он каким-то невероятным образом дошел до наших времен. И там как раз перевод статей ученый, мастер Мехенди, который посвятил этому почти всю жизнь, чтобы изучить это все. И она мне разрешила перевести и внести это все в курс. Вот. Есть у нас курс «Семь чакр». Это для тех, кто у нас любит симметрию или хочет научиться рисовать симметрично и мандалы. И курс «Ботаника». Это уже реализм, реалистичные цветы, тени, растушевки и так далее. И курс «Энималс». Это животные. Там есть и стилизованные животные, и реалистичные животные. Особенно рекомендую этот курс тем, кто у нас любит участвовать в ярмарках. Надеюсь, что летом карантин все-таки снимут и ярмарки у нас опять начнут работать. Потому что за один день ярмарки у нас ученицы могут окупить весь курс, а за два дня ярмарки могут окупить целое годовое обучение. Поэтому ярмарки – это очень ненужная вещь сейчас мастерам мехензи, а карантин все портит. Так, тут Спартак немножко прикрепил отзывов, сказал, что самые маленькие. На самом деле у нас их очень много в нашей группе ВКонтакте. Если хотите почитать, можете туда зайти. И мне, когда грустно, я туда захожу иногда и почитываю. У меня сразу повышается настроение. Понимаю, что я занимаюсь важным делом. Так, Яночка. Наконец-то закончила курс базы. Не жалею ни капли. Узнала много нового, интересного. Научилась замешивать свою пасту. Поставила руку. Теперь могу не просто срисовывать с картинки дизайн, но и придумывать свои. Я давно мечтала научиться рисовать мехензи. Моя мечта сбылась. Так, Лейс Сан. Наконец-то, это, наверное, та Лейс Сан, которой я показывала работы. Наконец-то подошел к концу курс базы, потому что очень сильно тянулся прохождение. Были перерывы. Вот, да, это, скорее всего, она. Я всегда думала, что классно рисую, но сейчас мой уровень в разы вырос, и в этом ваша большая заслуга. Это как раз говорит о том, что когда есть кто-то, кто обучает, может показать вам с другой стороны, и у вас глаза откроются, потому что без опыта просто люди не могут увидеть что-то. Я всегда думала, что классно рисую. Так, начала лучше составлять с композиций, хотя всегда думала, что это мне не дано. И в очередной раз вы переубедили. Practice makes perfect. Спасибо школе, спасибо команде. Желаю процветания. Так, сбылась моя мечта. Меня всегда завораживали росписи на теле. Хотела сама этому научиться. Тщательно выбирала школу, так как курсы в городе у нас не проводят. Выбрала и не ошиблась. Весь курс в школе очень систематизирован, доведен до совершенства. Для меня уроки сдавала в своем темпе. Проверяли задания в срок. Получила огромное удовольствие. Сам процесс рисования сплошная медитация. Благодарю всю команду за такой труд. Благодарю Ирину Спартака и всю команду за такое онлайн обучение. Действительно, это обучение дает хорошие знания и навыки в первую очередь в художественные и фантазийные. И вырабатывается терпение и сила воли. Все организовано на высшем уровне. Все понятно разложено по полочкам. Мне в Тунисе рисовали урзолом. Как я теперь понимаю, это такое, да, такое, что я смыла этим же вечером. 10-15 долларов была цена. Вот в туристических местах там деньги дерут только так. И есть люди, которые не ценят. Вообще я даже шоколадки не готова отдать. А есть люди, которые очень ценят. И действительно, даже в Самаре, когда рисовала первое время за Донэйш, она такая, ну, это же вроде бы и только я, это же только цветочек. Вот. Опять зависла. Ну, что же это такое безобразие от Висла? Напишите мне, пожалуйста. Вроде бы от Висла. Спартак, если бы еще были эти 20 желающих, я из очень маленького города. У нас есть ученица из Коголыма. Население 300 тысяч человек. Она за первые несколько недель окупила курс, собрала мастер-классы, организовала там обучение, заработала еще сверху денег, окупила материалы. И она просто очень активная. Это действительно так. То есть если вы хотите, у вас не будет никаких преград, даже если вы из маленького города или там из какой-то маленькой деревни. То есть это очень... У нас 120 тысяч. Ну, я, когда я начинала расставать в Мехензе, я жила в селе в Самаре. Как бы здесь село. Там вообще только соседи есть. Мне соседка написала, потом другая соседка написала. То есть тут, если есть желание, все возможно. Сейчас я вам еще позже расскажу по поводу финансовой части. Так, вот и завершилась моя база в обучении в самой лучшей, самой большой школе Мехензе. Начну с того, что у меня уже был опыт в сфере Мехензе. Я часто участвовала на мероприятиях и рисовала для ТФП-съемок. В самом начале этой деятельности я прошла обучение у одного мастера. И оно было общим. Вот это вот как раз о живом обучении. Оно всегда общее. Что такое Мехензе? Как держать конус? Замес кавери? Как рисовать вообще? Такие общие правила. Школа Мехензе заполнила все пробелы в моих знаниях. Я узнала гораздо больше, практиковала гораздо дольше. И главное, я перешла на самозамес. Узнала, как творить это волшебное зелье и успешно научилась этому. Другой момент – это свои дизайны. Теперь я не просто буду говорить своим девочкам, поищая дизайн в интернете, который тебе нравится. Я сама научилась составлять свои дизайны. Для каждого индивидуально. Это совсем другой уровень мастера, когда ты не просто срисовываешь, а именно создаешь новые росписи. Так, вопросики. Что входит в пакет все курсы на полгода? Все курсы – это все курсы. Это индивидуальная обратная связь, это курс базы, это курс ботаника, который рассчитан на два месяца. Мини-курсы – это арабский стиль, африканский стиль, animals, чакры. Скетчинг туда входит сейчас? Курс скетчинг входит сейчас? Курс скетчинг – это композиция. Вот. И если мы делаем какие-то марафоны, то тоже марафоны туда входят. Сколько часов занятия? Я не считала, там очень много уроков. Ну, вот смотрите, база – один месяц, ботаника – два месяца. Это если вы все в срок будете сдавать, но практика показывает, что те, кто год берут, на год это все как раз и растягивают. Две недели арабские, две недели африканские – это еще месяц, это уже четыре месяца. Чакры, animals и скетчинг – ну, пусть еще один месяц примерно. Если вы все в срок будете сдавать, то это займет пять месяцев. Вот. Плюс еще есть библиотека, всякие марафоны, всякие ништячки. Вот. Как принять участие в курсе? Внизу под видео есть кнопка «Принять участие в базовом курсе». Там переходите на сайт, нажимаете на кнопку «Принять участие», заполняете все поля. Если вы уже авторизованы, то там уже все должно быть вбито. Нажимаете кнопку «Продолжить» и выбираете удобный способ оплаты. У нас все официально, у нас все проходит через кассу, у меня патент, работаем уже официально давно, поэтому можете не бояться. Если вдруг что, у нас там есть еще договоры всякие, в общем, все документы внизу на сайте прилагаются. Вот. Как оказаться в этих десяти счастливчиках? Первым из десяти оплатить. Вот. Вы сейчас можете забронировать за собой это место, просто зарегистрироваться на сайте либо внести предоплату. По поводу предоплаты, предоплаты сейчас как раз расскажу для тех, кто по финансовым моментам хочет разъяснить. У нас есть рассрочка. На курс база, который за шесть тысяч, бокс входит только в годовую подписку. Только в годовую подписку. Это за 19,970. Боксов у нас осталось 10, и они только для годовой подписки. В другие предложения не входят. Вот. Мы заказали хну, но в Индии сейчас почт... Почему сейчас ни у кого нет хны? Осталась она только у тех, кто запасается много, таких как Аня в Киеве. Потому что почта в Индии не работает. Вот. Мы ждали предыдущую партию целый месяц. И мы сейчас ждем, когда она заработает, чтобы нам отправили нашу посылку. Доставка идет примерно недели-две. Но когда она заработает, мы не знаем. Нам сказали, что может в течение недели. Вот. Есть рассрочка на курс база. Она дается на один месяц. Делаете первый платеж. Какой первый платеж на курсе базы? Какой первый платеж на курсе базы? Полторы. Полторы тысячи рублей. В течение месяца договаривайтесь с администратором платформы, говорите, как вам будет удобно платить попозже, либо там в такие времена. Если просрочился, вам просто закрывается доступ к курсу. Потом он открывается, когда вы сделаете следующий платеж. Вот. На подписку на полгода и на годовую подписку рассрочка на два месяца. Точно такая же система. Первый платеж. Вы говорите, когда вам будет удобно платить. Обычно платят раз в неделю. То есть там порисовали кому-то, заплатили. Опять порисовали, кому-то заплатили. То есть у нас многие даже так делают. Кто-то заранее окупает, если есть мероприятия, какие-то обучения и так далее, и отправляет нам сразу всю сумму, и у них рассрочка, получается, заранее закрывается. Вот. Подписку на два месяца. Вот. Промокод нет. Нет никаких промокодов. Сейчас цена самая минимальная, какая только может быть. А потом уже будет повышение. Вот. Приезжайте к нам в Клайпиду на праздник моря, получите море эмоций, можно поучаствовать в трехдневной ярмарке. Что это такое? Сколько первый платеж на подписку? Пять тысяч на подписку первый платеж. На полугодовую подписку пять тысяч первый платеж. И на годовую, на полугодовую пять тысяч первый платеж. Так. Нет времени. Во-первых, курс онлайн. Все уроки в записи можно выполнять в любое удобное. И вы не можете заниматься. Вы пишете заранее. И мы можем вам заморозить курс на то время, которое вам нужно. Если вы не предупреждаете, то потом это время не добавляйте. То есть только если вы заранее нас предупредили и сказали, мне надо уехать туда, то я не смогу заниматься. И мы вам замораживаем доступ. Вот. Рассрочка оформляется по кнопке. То есть вы, когда заходите, оформляете, там есть кнопочка рассрочка. Оплатить в рассрочку. И вам выходит первый платеж и так далее. В следующий раз, в следующий раз цены будут другие. И мы следующий поток не планируем заранее. То есть это уже потом, когда он будет, это неизвестно. В этом году у нас было только два потока. Вот. марафона, если думаете, что хватит, это только вводная информация. Это только маленькая крупица того, что есть в этом магическом мире в Мехенде. То есть столько курсов, столько информации, столько конференций, мастеров, которые делятся своими знаниями, наработками, композициями, каким-то новым видением. Их очень много. Поэтому здесь, знаете, я сама нахожу новую информацию иногда. Сколько бы я не знала, я всегда понимаю, что всегда есть что-то новое, что можно узнать. Вот. Я сама. Это тоже возможно. 4, 5 лет, 6 лет. Вот. Возможно, намного быстрее. Но с профессионалом, с школой, с обратной связью это все занимает несколько месяцев. Вот. Рассрочка. Да, заходите на сайт по кнопке внизу и оплачиваете. Там, набирайте, можете выбрать. И у нас есть подарок для тех, кто приобретает какое-либо предложение на курс база, либо на подписку, либо на полугодовую годовую подписку мы дарим нашу золотую коллекцию. Золотая коллекция это сборник 42 вебинаров, которые у нас были, то есть при оплате до 27 мая. Там около 50 часов мехенди, практики. Это и ботаника, и мужское мехенди, и какие-то сетки геометрические, и роспись акрилом предметов, свечей. Там есть это записи вебинаров со всех наших тематических марафонов, которые были. Каждый марафон мы ведем разный. У нас всегда там разная практика. Рисуем разные дизайны. Где-то ботанику, где-то растушевку, где-то джагу, гель есть, где-то белая краска есть, где-то мы расписываем свечки и так далее. То есть их много разных. У меня завис Google, и он обновляет вебинар, и я не вижу ни комментариев, ни презентацию. Я не вижу... У меня перегружает вебинарную страницу. Я не вижу ни комментариев, ни презентации, ничего. Перезагрузи счет. Вот. То есть, если вы оплачиваете до 27-го числа, то в подарок вы получите вот эту золотую коллекцию. Там очень много всего, и там есть вебинары от Спартака по постановке целей, там есть вебинары от меня, как преподавать мехенди, есть вебинары... Ой, там чего только нету. Так, сейчас у меня если загрузится, я надеюсь, что у меня загрузится. О, великий могучий интернет. Вот, есть, кстати, очень... Просто надо было Спартаку подойти. Если оплачивать базовую рассрочку, сегодня полторы. Да, 27-ое включительно. 27-ое включительно. Мини-курсы афро и можно потом после базовой отдельно пройти. Можно отдельно их пройти, да, можно их отдельно потом приобрести и пройти. Но сейчас они продаются только в подписке. Вот, если у вас какие-то вопросы, гарантии. Если вам не понравится курс, в первую неделю после старта мы возвращаем деньги. до 27-ого всю сумму, в том числе и рассрочка, в смысле, то есть, если полностью только оплачивают до 27-ого числа, или даже если в рассрочку берут до 27-ого числа, то получают в подарок эту золотую коллекцию. Я думаю, что даже если вы рассрочку берете, оплатила предоплату. Добро пожаловать, Юлия! Вот. Так, если у вас какие-то вопросы по поводу обучения, программы, что-то еще. Немножко разложила по стоимости. Если вы захотите накопить или вы думаете, что это дорого, 6 тысяч за 4 недели это полторы тысячи в неделю и 214 рублей в день. Это если бы каждый день брать какую-нибудь вкусняшку себе, типа кофе с булочкой. 214 рублей это 4 сникерса, если что. 4 сникерса. Вот. Если на полгода подписка, то это 1665 рублей в месяц, 416 рублей в неделю и, внимание, 59 рублей в день, если вы каждый день сдаете домашнее задание, получаете по нему обратную связь всего за 59 рублей в день. Это просто невероятно. Вот. Занятия у нас вот в поток есть база поток, там идут занятия, задания каждый день, но в воскресенье сникерс, сникерс, прочитал, в воскресенье выходные, не сникерсы выходные. Так, идем дальше. Годовая подписка, это вообще 54 рубля день на целый год, 54 рубля. Я, когда написала это, я стала уверен в том, что мы будем повышать цены. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете писать на WhatsApp, это WhatsApp Спартака и наш Инстаграм, можете туда писать, задавать вопросы, мы на это все ответим. И если остались еще вопросы сейчас, можете написать. На базу рассрочку можно, вернее, оплату 5? Да, можно. Вот. На базу видела, ограничено ли количество мест? Конечно, ограничено, потому что у нас сейчас нет куратора, сейчас даю обратную связь я у меня принимающий поток ограничений, не могу 100 человек принять, поэтому у нас 40, максимум 50 мест. Вот. Как-то так. А сейчас еще будет сезон, сейчас будет самый пик, поэтому занимайте места. Все, на сегодня я думаю, что мы закончили, завтра у нас будет практика, готовьте плотную бумагу для рисования, конусы, карандаши, пластики, буду разбирать работу до, на выбор, какую захочу, возможно, выйдет выбор на вашу работу, вот, так что берегитесь, кого моя магия коснется, того и коснется. Все, сегодня я заканчиваю вебинар, я была рада видеть вас онлайн, буду рада видеть вас онлайн завтра на вебинаре, на занятия и буду рада видеть вас на курсе, зависла. Все, всем пока, всех целую, обнимаю, до завтра. стреляю, centimeter оставляю, подоложат. fits, авгу, вы у увидите les mathematical Продолжение следует...